Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN. Если вы хотите быть в курсе всех игровых событий, ничего не пропускать и видеть анонсы того, что ждет вас в будущем, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ну а в этом видео поговорим с вами о сливе ресурсов и о том, какое отношение слив ресурсов имеет к вот этой вот машине. Это у нас, ребят, Лёва 8 уровня, который сейчас появился на продаже за 8500 голды. И вы хотите задать мне сразу вопрос, GSN, а какое отношение имеет набор, который выставили сейчас на продажу за 8500 к тому, что в ближайшее время у нас будет слив ресурсов? Сейчас попытаюсь объяснить. По непроверенной информации, то бишь неофициальной информации, но я более чем уверен, что данная информация правдива и слив ресурсов все-таки будет буквально завтра. Для начала, для тех, что такое слив ресурсов и как это выглядит вообще, с чем это едят. Слив ресурсов это вот такое вот игровое событие, в котором вы свои игровые ценности, а именно бустеры, серебро, свободный опыт, ну понятное дело голда, те же самые дни прем-аккаунта, можете, как вы видите, в левой стороне колонки обменивать на так называемые вот эти кристаллы, бриллианты. Не знаю, что будет в этом сливе ресурсов, но скорее всего то же самое. И вот когда вы обмениваете эти ресурсы за полученную игровую валюту в виде в данном случае бриллиантов, вы сможете из правой колонки покупать себе соответствующие товары, которые вас интересуют. Как правило, там есть какой-нибудь танк, в последнее время это восьмерочка, ну и помимо этого еще планируются контейнеры, из которых можно будет собирать себе части на коллекционные машины песочного уровня, как мы их называем. Так вот, ребят, к вопросу, почему я говорю сейчас об этом и какое отношение имеет Лёва к этому всему. Слив ресурсов будет, скорее всего, завтра. Ну и, соответственно, сейчас на продаже есть Лёвчик за 8,5 и вернемся к вопросу, какое отношение этот набор имеет к сливу ресурсов. Дело в том, что по непроверенной информации, скорее всего, главной наградой в сливе ресурсов будет Кейлер. Именно вот эту машину, предположительно, за 8,5 тысяч вот этих бриллиантов можно будет себе приобрести. Ну и, соответственно, ребят, сразу возникает вопрос, зачем покупать себе Лёвчика за 8,5 тысяч голды, если, скорее всего, завтра можно будет слить свои ресурсы и приобрести себе Кейлера. Как я уже сказал, информация в отношении слива ресурсов не является официальной, но источнику, в принципе, я доверяю. Соответственно, единственная причина, по которой я публикую сейчас видео, это уберечь вас от приобретения вот этого набора хотя бы до завтрашнего дня. Если слив ресурсов не стартанет и вас все-таки интересует Лёва за 8,5, тогда уже и покупайте. Ну а если вдруг все-таки слив ресурсов завтра состоится, то возьмите себе там Кейлера, если вам хватит полностью ваших игровых ценностей, не добавляя золотом, либо слейте игровые ценности, добавьте чуть-чуть голды и заберите себе Кейлера, если именно он будет в этом потенциальном сливе ресурсов. Почему именно так? Потому что Кейлер и Лёва это, в принципе, я бы сказал, практически два брата-близнеца. Да, пускай не близнеца, я бы сказал, двойняшки. Геймплей практически тот же самый, по броне практически все то же самое, ну и в целом ощущения от боев у вас будут практически те же самые, что на Кейлере, что на Лёвчике. Вот такая вот информация, надеюсь, был вам полезен, и если вы за своевременность и оперативность, подписывайтесь на канал прямо сейчас, а еще буду безумно благодарен, если вы поставите лайк данному видео. Пошел снимать обзор на Лёвчика и на соответствующий набор, который появился на продаже, а вам, друзья, искренне желаю посмотреть данный обзор, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.